друзья всем доброго времени суток с вами kickboxing тв сегодня у нас будет прямой эфир с спортивным директором тат нефти и председателем латвийской федерации тайского бокса с василием флешером гость очень интересный я уверен что ему есть что нам рассказать и я постараюсь как можно больше интересных вопросов спросить уместить вот очень надеюсь что и вы что-то будете писать в комментариях чтобы я смог и ваши вопросы вставить сейчас я предварительно список вопросов составил и тем не менее буду пытаться уместить еще и ваши вопросы если такие будут появляться сейчас я посмотрю присоединился ли к нам василий так нет василий пока не присоединился ждем василий вы можете в принципе уже сейчас вопросы накидывать я думаю никаких вопросов никаких проблем не будет я запомню только восемь или присоединиться я тот же момент о спасибо кто-то пишет вы очень крутых спасибо вы тоже очень крутые всех люблю подписчиков не забывайте кстати ставьте ставить лайки потому что он на последних на последних публикациях лайков не очень много это меня не сильно радует хотелось бы видеть немного больше лайков это вас так ну где же василий что-то на это случилось если хотите можете мне какие-то вопросы задать может по контенту или по еще чему-нибудь все что вам интересно по работе моей группы моего паблика можете прямо сейчас спросить так не вижу василия мне что нет ни у кого вопрос пока василий то ждем я не знаю ставьте лайк что ли на трансляцию чтобы она продвинулась там как-то больше людей они узнала пока василий подойдет уже все зрители выйдут расскажите пока зрители какой у вас кикбоксинг самый любимый какой любите смотреть японию европу или может быть китай какой кому кикбоксинг больше нравится всем привет рад всех видеть где же василий ребят я извиняюсь сейчас надо наверное будет может быть набрать василия узнать где он потому что может быть что-то случилось не вижу василия не присоединяется хотя вроде бы уже семь часов и уже как раз должен был он присоединиться кстати напишите как звук меня хорошо слышно как звук кто-нибудь отпишитесь кроме как фронт-киков ой кроме как фронт-киков ну можно еще подходить подождать пока он устанет перестанет мельницы идти по уходить поубегать ну да и скорее всего я бы посоветовал именно фронт-кики внезапный в этом случае гриша за гермахер спасибо большое спасибо вот жалко василий все никак не присоединится очень хорошо их я понял ну давайте еще вопрос какие-нибудь задавайте пока василий присоединился пока лично мне потом когда василий присоединился тогда уже будем задавать ему были сейчас я попробую как-то так отправил ему эфир он василий пишите о все василий присоединился именно для этого мы все здесь и собрались ожидаем василия здравствуйте василий приветствую кирилл рад вас видеть очень рад вас видеть как меня слышно скажите пожалуйста да великолепно великолепно да слава мне вас тоже я просто когда вел с алексеем ульяновым у меня что-то со звуком случилось я просто ничего не слышал и не мог вообще собственно говоря как-то реагировать на его ответы вот хорошо что сейчас все слышно вот нам гриша за гермахер пишет приветствую василий кирилл и я отправляю василий ну я у вас уже представил уже рассказал вот сказал что вы являетесь спортивным директором татнефти помимо прочих являлся являлись да все же уже вот расскажите пожалуйста что произошло в последний момент в последнее время и ну в каком вы статусе по отношению к татнефти относитесь сейчас и вообще что с турниром вопрос вообще-то очень очень сложный и неоднозначный это честно говоря даже не знаю как на него отвечать может быть пройтись по по ситуации которая произошла в конце прошлого года для того чтобы чтобы для того чтобы было понятно что бои по правилам тна какая сейчас ситуация потому что мне скажем одним словом охарактеризовать эту ситуацию наверное очень сложно поэтому давайте начнем по порядку значит рассказываю конец 2019 года великолепные финалы кстати говоря да проходят проходит турнир перед этим еще проходит турнир в Китае в городе Синине это провинция цинхайская провинция если не ошибаюсь одна из самых таких малочисленных всего лишь 2 миллиона человек находящиеся на возле Тибета такой хороший горный массив прекраснейший но не суть важна то есть проходят два турнира и вот значит у нас турнир в Китае проходит достаточно хорошо великолепно проходит финал и вот как раз вот с финалом начинается скажем такая история непонятная где скажем так советник руководителя чемпионата мира БПП Тена Святова вдруг Владислав Юрьевич тянет с подписанием документов договоров то есть о выполненных работах проведенных мероприятиях и это все начиная 29 ноября там 15 декабря финал и все это рассказывается о том что сейчас надо подождать потому что мы не можем показать расходную часть больше чем надо начинается вот эти вот истории о том что мы обязательно это сделаем и вот это вот длится 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 вот эта история для того что создается как бы ситуация когда все спортсмены прошедшие бои в Китае и финальные бои не получают денег значит возникает опасность что мы их и не получим то есть не были оплачены ни билеты за два турнира не были подписаны документы значит под всякими предлогами все это дело проходило и тогда вообще никому вообще никому не были оплачены потому что вроде как была информация они выкладывали официально что части спортсменов что-то оплатили я сейчас расскажу вот эту эту часть эту часть как раз не было оплатено никому получил только я так понимаю какие-то были договоренности с дациком и какая-то была договоренность с либанером либанер как опытный боец он попросил деньги вперед то есть на момент взвешивания значит ему деньги были отданы а вот все остальное значит все это дело так как-то подвисло ну в общем все это тянулось тянулось до нового года и произошло следующее что я понимаю что ситуация скажем критичная потому что нету договоров нету обоснования по которым я мог бы обратиться в правоохранительные органы я пишу письмо значит строку с уведомлением о вручении в руки то есть это уведомление у меня есть на руках то есть там где он подписался получил письмо тишина значит пишу я письмо второму персонажу это Святову тоже с вручением значит получает его секретарь подписывается это уведомление у меня значит о том что я рассказывал о том что ситуация крайне непонятная и напряженная что нет оплаты и пока нет оплаты я не вижу смысла скажем так продолжать работать то есть ну в общем как то так и дальше да все это закручивается скажем так по по восходящей начинается напряженность с заболеваемостью значит турнир назначает на феврале срывается потом пошел по-моему 15 марта он состоялся его толкнули его значит взялись провести штрихбрехеры значит его провели значит вроде бы все хорошо я так понимаю что задача а вы к этому турниру не имели отношения нет нет все я уже дистанцировался максимально и принял позицию спортсмену что если вы не платите деньги значит соответственно я не вижу смысла как бы то есть это люди мои друзья я не вижу смысла значит пока не оплачено какие-то 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 части принимать потому что мне за два года точно так же зарплата не была оплачена а да 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 то есть те были обещания что да была сумма обозначена в общем все это тянулось тянулось да 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 вот мы сейчас там в этой истории очень хорош конечно струк он редкий сказочник и редкий редкостный мастер на вот эти вот все эти истории и когда вот сейчас вот Гридин с Андреем Гридином мы общались я говорю Андрей какая ситуация ты мне подскажи потому что у меня сейчас скоро будет прямой эфир я должен понимать что происходит то есть и вроде подписали договор даже какой-то то есть они обещали деньги перевести на ИП то есть договор на ИПшку на ИП переводят деньги что якобы мы не можем отправить за границу то есть на компанию которую я представляю и давай на ИП хорошо на ИП в общем часть спортсменов вытащили деньги в самом начале это там Петя Романкевич потом российские спортсмены которые участвовали в Китае участвовали в турнире в финале но я знаю что не бесплатно они все это вытащили то есть им пришлось очень серьезно поработать для того чтобы эти деньги вернуть вот за минусом определенных процентов им эти деньги они получили в общем вот эта история вот возвращаясь разговор с Андреем Григиным значит Андрей говорит ну как так это же взрослый человек уже обещает я говорю Андрей ты не представляешь какие сказки бывают слушал я и самое интересное что они достаточно убедительны в общем я встал в позицию что нет ребята давайте сначала рассчитаемся и только тогда мы будем общаться ну вот так вот в общем в принципе вот моя ситуация на сегодняшний день с боями вот почему сегодня вот все вот так вот и висит на подвешенном состоянии до сих пор часть спортсменов которые чехи не получили итальянцы за финал не получили чехи не получили белорусы не получили за 29-е ноября за Китай итальянцы не получили чемпион Муса Султаев не получил не получил Баранов Жора Акапян недополучил денег в общем не получила компания которая покупала билеты это 30 тысяч евро закуплены билеты 29 ноября и 15 декабря визы не оплачен в общем в общем этих два субъекта вот к сожалению вот так себя повели вот это вот о грустной части финансовой то есть она всегда не всегда веселая Василий я хотел спросить а с вами в последнее время как бы вообще никакой связи то есть с тех пор как вы решили что вы дистанцируетесь от этого дела с вами связи никакой не поддерживает ну голова в этой истории и главный мозг этих схем святов он естественно отскочил то есть с нами общался его значит его карман струк струк и конечно вообще мало того даже каждый день говорил с ним что да вот сейчас вот я бегу подписываю договор да вот сейчас вот я вот сейчас вот делаю да вот сейчас и вот каждый день вот эта история значит рассказывала о том что вот-вот-вот вот я бегу спотыкаюсь спешу вам с вами все вопросы решить утрясли суммы посканталили немножко хорошо значит пришлось закрывать банкротировать компании потому что там с этой суммы шли еще налоги значит она в сумме гораздо значительнее больше была для того что значит ситуацию как-то сберечь значит я принял решение банкротировать две компании для того чтобы ну понятно что они больше не жизнеспособны и больше с этими людьми работать не собираюсь потому что это не не подход к работе это скажем так крайне контрпродуктивный метод ведения бизнеса когда нету ни одного ни одной встречи ни одного звонка ни одного сообщения то есть постоянно вот это вот вранье то есть это в общем когда я просто уже потом я нашел в интернете значит информацию там они проходили по судебному делу не знаю не уголовное судебное дело находится в газете реальное время я читал про такого допроса святого струка то есть я понял что не на тех напал я то есть это оба опытных бойца великолепно себя чувствуют в этих схемах и они в принципе когда если ты тебя ты знаешь что ну скажем человек который готовится тебя кидать то есть он скорее всего он это сделает потому что он уже подготовил схему по которой тебя будут раскручивать вот такая схема была использована по отношению к нам вот вот да 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 то есть поэтому этот вопрос уже кирилл наверное не совсем интересно для может быть для слушателей то есть это скорее всего мы потом можем за эфиром пообщаться как эту схему в социальных сетях можно поднять это как это можно раскрутить это отдельная история скорее всего я бы хотел бы может быть вернуться к прекрасной части этого проекта все таки он столько лет радовал спортсменов и и тренеров и клубы и тогда я все таки жду от вас вопросов я хотел просто еще последнее спросить а то есть вот ну именно на ваш взгляд ну все организация закончилась как бы больше не будет и вы там участвовать сто процентов как бы уже больше не будете я скажу так с этими людьми категорически противопоказано работать то есть они показали себя в ситуации когда надо спокойно разойтись и мирно и есть для этого слова есть для этого инструменты для таких вот решений вопросов соглашения договор беседа звонки вот это вот постоянные закулисья которые ну изначально все это было вот в этом в этой вообще истории я думаю что нет есть такое очень умное выражение в интернете гуляет что не стоит возвращаться туда где тебя обманули вот достаточно жестко и был такой момент я бы еще может быть да там извините съел бы вот эту всю историю сказал бы да там закусив зубы сказал бы что да пускай это будет так но момент когда меня пытались выставить крайне в этой ситуации говорили о том что деньги перечислены мы ему все отправили спрашивайте у него но с меня то все очень четко у нас банковский сектор европейский он достаточно четко работает заходишь в интернет берешь распечатку по ней видно где перечисления когда адрес я услышал эту всю историю я конечно спросил этого струка этого кудесника финансов я говорю где покажите платежку где вы меня отправляли давайте разбираться какой европейский банк потому что они этим щеголяли очень долго в интернете мы отправились спасибо промоутерам что они такие терпеливые но они просто порядочные люди все ребята которые работают и все тренеры они очень порядочные люди они не знакомы с этими схемами разводов да они мыслят два человека мыслят категорию вот именно 90 кинуть швырнуть недоплатить когда ситуация начали интересоваться они и другим недоплачивали и стараются то есть там как с историей с хожей на серединам когда хожу на середину спрашивали когда эмир кинул клич я говорю даю мешок золота тому кто научит осла говорить хожа на середин выходит мудрецы отскочили в сторону мы пасы эмир конечно богатый человек но чудак кто научит и хожа на середин выходит я научу эмир через 20 лет осел заговорит и значит ему вручают мешок золота ему подскакивают мудрецы ты же понимаешь хожа что это невозможно он говорит ребята через 20 лет либо осел умрет либо эмир умрет и вот эта вот схема прокинуть не доплатить я так понимаю это такой шлейф метод работы вот этих двух людей компания лдс1000 к сожалению они не так давно да не так давно стали заведовать всем этим делом или как нет почему лдс1000 является управленцем этой чаши ледового дворца от нефть арена с самого начала с самого начала да лдс1000 была создана для того чтобы управлять и обсуждать хозяйственную деятельность то есть на нее направляются деньги с компанией так нефть там происходит различные как бы схема работы как я понимаю что значит какая то часть денег уходит например на мероприятие какая то часть денег уйдет на другие хозяйственные вопросы но вот эта часть денег выделялась четко и знаю что надо дать должное все таки и струку и святого то есть а струка в голове держит все суммы прекрасно помнит домичайшие подробности все перечисления перевода кому что и то есть это не раз убедился что через год он вспоминает о том что было поэтому говорить о том что они что-то не помнят неправильно то вот эти вот суммы которые из года в год я же все таки 12 лет в этой системе отработал и поэтому говорить о том что что-то поменялось у нас на край ну финансово это неправильно потому что мало того что в этом году в прошлом году мы даже умудрились сэкономить деньги на турнире потому что это было очень трудно сделать но билеты же авиационные всегда же растут а тем не менее мы извернулись настолько грамотно что у нас была экономия по-моему уже через 4 турнира или через 6 турниров у нас за экономию было 12 тысяч евро по билетам то есть мы сделали очень много хотя и турнир если вы помните был в августе турнир это было большое мероприятие которое проходило перед ледовым дворцом так нефть арена там были проходили различные мероприятия в Казани связанные с чемпионатом по рабочим видам спорта WorldSkills так называемое мероприятие и туда собиралось огромное количество людей когда мы визы делали это была колоссальная проблема летели там по 200 голландцев самолеты были битком забиты и все равно несмотря на все это все прилетели вовремя с большой экономией ну я так понимаю что экономия наверное не совсем была нужна головным организаторам но опять таки это я могу то есть мне удобнее всегда говорить когда есть схемы значит передо мной стоит компьютер и все имейлы все переписки они все сохранены все даже аудиозаписи переговоров я сохранил потому что я понял что без этого ну никак не обойтись потому что если куда-то обращаться и начнется этот разбор то конечно понадобится вся детализация всего всей этой истории вот я ее все сохранил и перечисления даты там выписки банков то есть у меня все готово к тому чтобы как только откроют границы конечно я буду обращаться в Казань я поеду обращаться в прокуратуру для того чтобы возбуждать ну чтобы выяснить вопрос могу ли я скажем так потребовать то что нужно моим друзьям и компаниям которые нам помогали я понял очень неприятно честно говоря это слышать Василия честно признаюсь что блин обожал я кубок датнефть вот совершенно великолепный ну однозначно на мой взгляд лучшее что было в России из кикбоксинга вот ну стабильно лучшее вот и даже я помню в личной беседе вам как-то рассказывал о том что на канале еще боец тв я помню смотрел это шоу тайм потом он закончился потом началась татнефть и я сначала думал что спать не хочется посмотрю что же это такое это давно уже было ну вот как раз там лет может 10 назад вот и по интересности по накалу по агрессии мне показались бои даже вот поинтереснее чем вот перед этим это шоу тайм посмотрел поэтому конечно категорически жалко да к сожалению жалко действительно что турнир не удержали не удержали самое главное вот именно в стратегии работают может быть турнир бы и продолжился бы если бы не произошло вот это вот как бы это напряжение и я думаю что наверное все таки надо было об этом говорить и надо было становиться в позицию хотя сказали что я закапризничал меня сказали Василий что то вы капризничать начали но я считаю что это не каприза это отношение к делу если это дело пошло криво и таким образом я считаю что значит значит наш вектор идет не туда значит мы уже из этого турнира не вытащим ничего если вы помните то на финале 15 декабря кроме прекрасных боев мы еще успели графику сделать новую мы запустили значит правила запустили значит то есть мы ее сделали скажу честно мы использовали эту модель уан чемпионшип да когда с Андреем Баздеровым когда мы общались то есть он часто в Бриго приезжал на турниры по боксу и конечно мы дружим и у нас был общий момент о которых мы говорили представь что допустим кто-то сидит в баре пьет пиво и нужно понять что происходит на экране телевизора то есть мы под до того что он подкинул мне идею что посмотри что происходит и тогда я начал подглядывать на ван чемпионшип и увидел что для того что если я выключу звук телевизора то я должен получить на экране картинку с пониманием что это за турнир что это за правило кто судит кто выступает сколько времени то есть при выключен звук я должен был понимать то есть мы уже к этому подошли что турниры начинали уже вылизывать настолько что что уже то есть дошли до этих изысков конечно у нас были очень хорошие стабильные продажи на файтбокс HD то есть у нас была сначала продажа была где-то недорогая где-то по пять тысяч евро уходило потом следующий сезон у нас пошли 1,8 по 6 тысяч по 5 тысяч извиняюсь это за один турнир за один турнир за один турнир потом у нас это потом у нас пошла продажа значит 1,8 стоили по 5 тысяч 6 тысяч а турнира с 1,4 до финала уже по 8 тысяч то есть и мы в принципе шли на повышение потому что полиску сторону устраивало что мы нашли нашли с ними кооперацию работать с польскими спортсменами. Если вы увидели, обратили внимание, появились польские спортсмены в финале. Это тоже был, скажем, элемент продажи. И скажу больше, за Fightbox HD еще две телекомпании готовы были нам платить и готовы были ударить по рукам для того, чтобы мы двинулись дальше. И, к сожалению, значит, вот эти вот, сколько мы за два года я заработал 96 тысяч евро, это для боев ТНА, это мой канал, который я привел в эту компанию и готов был еще две телекомпании подвести. То есть я готов был увеличить еще в два раза больше оплату. Так что это вот было буквально все на ходу. То есть я просто видел перспективу развития и стратегию. То есть это была тоже одна часть моей работы, что кроме того, что я собирал спортсменов, я еще занимался коммуникацией и продвижением турнира на запад. То есть получается, что все-таки можно сделать боксерский турнир как бизнесовый. Или это удобно? Ну постепенно хотя бы я имею в виду. Вот постепенно. Я, знаете, это вопрос, конечно, настолько сложный, потому что я понимаю, что у всех в памяти турнир К1. То есть это феномен этого проекта, потому что они зашли на эту гору Фудзияма, зашли настолько высоко и настолько круто, что они моментально прибрали к рукам все телевизионные каналы. То есть все каналы были забиты, все спортивные каналы были забиты К1. То есть у них выстрелила продажа по всем позициям, как все шары в улду зашли. И, конечно, начинать турнир пошагово снизу вверх, наверное, не совсем верное решение. Я думаю, что тут К1 это было сложно говорить о финансовой стороне вопроса. Японцы это отдельная тема. Но вот это вот их вот этот взрыв, прорыв их вперед глобальный. Я так понимаю, что вливание денег огромнейшее произошло. И, соответственно, огромнейший выхлоп. Если говорить о турнире кикбоксерском, чтобы он стал окупаевым, наверное, нет. Нет. По шагам нет. То есть мы наработали, вот у нас самое главное сохранилось, как вам сказать, то есть в данном случае я называю себя прорабом. То есть стройки, потому что у прораба в голове чертежи, схемы, понимание подводки, значит, подводки, где какие рабочие нужны, как бы привлечь, какой инструмент использовать, какой марки цемент, песка завести, какие-то. То есть я прораб. То есть самое главное это технология продукта. Вот если, например, сейчас кто-то появится и скажет, что а можем ли мы реанимировать этот проект, скажем, я скажу, легкостью. Вот так вот, с полтычка мы можем заново реализовать. Причем правила мы Баитена оставим для ЛДС-1000, пускай они с ними дальше играются. В нашем случае мы можем с легкостью реанимировать этот проект под любым другим названием. Расскажу просто одну историю, которую обычно рассказывают, для того, чтобы было понятно слушателям, что такое технология. У нас как-то в Риге продавалась радиостанция. Значит, была выставлена на продажу, значит, нашли покупателя российского инвестора, значит, ему давали частоту, не буду говорить какую, давали аппаратуру, ему отдавали все, все железо и все помещение под ключ вместе с частотой. Вот на, бери, дорогой, и пользуйся, ничем себе не отказывай. И молодец, инвестор сообразил, говорит, я это все заберу. Но эта аппаратура, конечно, уже работала лет 15, помещение уже лет 15 использовалось, частота уже лет 15 использовалась, и самое главное, он сообразил, говорит, хорошо, а людик? А он говорит, нет, а людей мы заберем с собой. То есть, ему отдавали все, что использовалось 15 лет, но не давали, самое главное, голоса, людей, опыт и рекламный отдел уходили все на другую частоту. Вот о чем я говорю, что я могу перейти на любое место и вплоть даже с улучшением качества возобновить и восстановить проект. То есть, не нужный этот хлам тащит за собой. То есть, можно и правила подредактировать, назвать их по-другому, собрать людей можно легко, со всеми у нас хорошие отношения сохранились, легко мы можем, графику даже с нуля делать не надо, она уже есть, эта графика обновленная, то есть, у нас все готово под плюс. Так что... Я надеюсь, кто-то из наших слушателей это услышит и может быть как раз проинвестирует, пригласит вас. Я надеюсь, что на это я очень захотел. Конечно, кикбоксерский турнир был хороший, с хорошим наполнением и самое главное, мы сделали очень-очень хороший прорыв в плане кикбоксинга и понимания кикбоксинга как профессионального вида спорта. Самое главное, что появились профессиональные команды, которые не спорят, не конфликтуют, их не клинит на каких-то мелочах, уже перестали кричать о великости. То есть, мы отформатировали всех, с кем мы работали. И самое главное, что я тоже отформатировался, я тоже постоянно менялся, менялось понимание ситуации и, соответственно, я тоже изменялся, потому что благодаря этому проекту, скажу честно, для меня открылся мир профессионального спорта достаточно серьезно с другой стороны. То есть, это как производство. И благодаря этому турниру я научился видеть и все по-другому. Так что, там не все черным цветом, то есть, финиш даун получился таким, каким получился, но вот 12 лет это великолепнейшая работа великолепных спортсменов. То есть, если мы вспомним фамилии Левина, Вахитова, Сицуренко, Аскерова, значит, Ашвинопарак, Виталия Кокраменко, значит, Виталия Гуркова, Дима Шакута, Алексей Ульянов, Митрий Мельщиков, опять же, Мельщиков, то есть, Топовичей. Да, то сейчас, о чем говорить, у вас постоянно были заполнены шикарными ребятами, которые либо уже сейчас были некими звездами кикбоксинга, либо стали, либо стали, в будущем становились. Василий, хотел вот вернуться как раз к, как сказать, замечательным годам, тем самым, вот, 12-ти. Вот, хотел спросить вообще по поводу вот истории Кубка. Насколько я понимаю, вы были там с самого начала. Первый год пропустил я. А, вы первый год пропустили, да? Но я бы хотел вот узнать, как вы в итоге пришли, соответственно, в Татнефть, вот, и почему там сложились именно такие правила, то есть, как бы не просто чисто кикбоксинг, а как будто бы кикбоксинг смешанный с кекушином, что ли? Да. Вот так вот, я бы даже сказал. Я отвечу на этот вопрос очень просто. Начнем про, давайте так, про правила. Значит, появилась вот эта идея приведения турнира, Кубка, на Кубке Татнефть. Она родилась, где она родилась, я, вот, всех этих подковерных игр, я, за это я вам не отвечу, но инициатором этой истории совсем высший эшелон, я его не могу назвать, я не знаю, этих людей, но начнем с того, начнем с арт-отдела, с Галиной Чубатовой. Видно, я так понимаю, что заказ упал на нее, она, как руководитель арт-отдела ЛДС-1000, управленцев Татнефть-арены, упал заказ о проведении такого мероприятия. Значит, соответственно, Галина Владимировна нашла людей, которые могли бы, скажем, понимая спортивную часть, могли бы эти правила сделать. Таких два человека нашлись. Это один из них, это главный судья соревнований, Василий Алексеевич Абтукаев, мой замечательный, хороший друг. Второй человек, Мунир Ахметов, на тот момент, он представлял Российский Союз Боевых Искусств по республике Татарстану. Оба являлись яркими представителями киокушинка и карате, и, соответственно, когда эти правила упали, вот эта вот сетка, вот эта модель правил попала в руки киокушина. И, может быть, вот это сыграло и свою позитивную роль. Почему? Когда я, сейчас я немножко отвлекусь, когда я столкнулся с киокушином, у нас проходило в Литве, по соседству, я живу в Латвии, в городе Рике, по соседству в Литве проходил Кубок Мира или Чемпионат Мира по киокушину в Вильнюсе. Я, когда приехал и посмотрел вот эти правила вживую, ну, мне было интересно обкататься, посмотреть, почему же вот эти правила, почему же подвести вот эту вот сама модель легла в основу. И, когда я поставил киокушин, я понял, что такое огромное количество ударов, которые наносят два спортсмена друг другу киокушине, без подсчитать этот объем невозможно, потому что судьи следят за настойчивостью, за активной работой, за количеством нанесения ударов. За демонстрацией боли еще тоже. Да, совершенно верно. То критерием вынесения оценки может лишь только быть нокдаун либо нокаут. И, как раньше называли эти правила, нокдаун карате. То есть, когда ты явно просадил спортсмену, и когда он явно показывает, что действительно удар достиг цели. И вот этот мне понравился больше всего. Это вот легло в правила боев ТНА. И это полностью, я вам сейчас просто объясню, это полностью ложится в подведении итогов и в тайском боксе. Потому что в профессиональном тайском боксе есть тоже три критерия нанесения удара. Получение преимущества, активные действия. второе, визуально ты показал, что удар достиг цели. Ну, то есть, ты подсел и визуально так и понимаешь, что это синяки, гематомы. Это то, что ты сдаешь позиции. В тайском боксе это то же самое. Вот эта вот позиция активности оказалась, она схожа. Почему вот когда вот начинался К1, если еще совсем запросить назад, то именно тайские спортсмены и в своем преимуществе и преобладали вот именно в этом турнире К1. И сама методология и понимание вида спорта. Именно активность, эффективность, достижение цели в поражении спортсмена, своего соперника. Вот возвращаясь к этим двум людям, появилось это правило, сетка. Как там дальше проходила история? Я опять не боюсь кого-то обидеть и оставить кого-то не за бортом этой истории, но вот два человека писали, а заказчик был руководитель артодела на тот момент, Чубатова Галина Владимировна, так вот появились правила. И это соревнование назвали чемпионат России. Вот, а так как на тот момент это был 2006 или 2007 год, вот тогда он, как раз тогда я поступил в Ярославский государственный университет, по дороге в Ярославский университет на сессию я поехал в Чинук, заехал к своим друзьям, Гридину к Андрею, заехал, там был еще Владимир Лаврищук еще тогда администратор этого клуба Чинук. В общем, тогда это кузница была, там и Леша, а, ну, это кузница.